Всем привет! С вами снова подкаст «Базовый блок». Это подкаст про блокчейн и это эпизод номер 64. С вами Сергей Тихомиров и Иван Ивановницкий. Привет, друзья! А в гостях у нас сегодня Анна Байдакова, журналист в CoinDesk. Привет! Всем привет! Скажи, пожалуйста, для начала немного о себе. Кто ты, откуда и как ты пришла в область блокчейн-журналистики? Я из Москвы. Собственно говоря, всю свою жизнь я прожила в России. Работала в разных изданиях. В Москве «Московские новости», «Радио Свобода», «Русская планета» была такая раньше. В конце концов, в «Новой газете» я работала, наверное, самое долгое время, как журналист политического отдела. Затем я уехала учиться в Колумбийский университет, магистратуру по журналистике, тоже политической. Пока я училась, я стала искать стажировки в американских изданиях, потому что, собственно говоря, моя цель была все эти поездки – работать в американской журналистике. Вопрос, прежде чем перейти к разговору о твоей работе в CoinDesk, расскажи, пожалуйста, про Колумбийский университет. Насколько я понимаю, это чрезвычайно престижное учебное заведение. Расскажи немного о том, как вообще туда попасть и чему ты там училась. Колумбийский университет – да. Это, в частности, школа журналистики Колумбийского университета считается, ну, одной из самых престижных вообще мест, где можно учиться в журналистике. Собственно, как туда попасть? Весь процесс происходит в интернете. Ты должен, кроме сдачи экзамена по английскому языку, TOEFL или IELTS, который ты делаешь, понятно, на месте в Москве, там или в других пунктах, где это возможно, Затем ты пишешь несколько эссе, одно из эссе про тебя как про человека, автобиографическое, другое эссе про тебя как журналиста, потому что школа журналистики Колумбийского университета, она только для тех, кто… там нет бакалаврского курса, только магистратура. То есть ты приходишь туда уже с каким-то багажом, уже что-то поделав. И, в частности, моя программа была уже для опытных журналистов, которые имеют какое-то количество лет работы за плечами. Соответственно, ты пишешь эссе про то, про себя в журналистике, что ты делаешь, почему ты хочешь поучиться в Колумбийском университете, что ты хочешь делать. Все это вместе с твоими результатами TOEFL или IELTS отсылается в приемную комиссию и сидишь-ждешь. Сидишь-ждешь. Потом тебе говорят, тебя приняли или нет. Как вы понимаете, по этому черному ящику довольно трудно понять, трудно ли… То есть когда меня спрашивают, трудно ли попасть туда, я не знаю, что ответить, потому что я попала, и я не знаю, сделала ли я… Ну, насколько… Насколько то, что сделала я, достаточно или много там для того, чтобы попасть туда. Но мне помогала моя знакомая журналистка, американская, в том плане, что она очень много советовала мне. Курс был рассчитан на людей, которые уже занимались некоторое время журналистикой и хотели бы стать, как бы прокачать свое мастерство как политических именно журналистов, как людей, которые пишут о выборах, о политической системе, о том, как работает государство, американское государство, о том, как функционирует общество и гражданское общество. Ну, а насколько, скажем так, опыт политической журналистики на российской почве, которым ты занималась, вот в таких изданиях, как «Новая газета» в России, насколько это вообще переложимо на американскую почву, насколько это релевантный опыт для них? Ну, довольно мало переложимо, потому что американская политическая система функционирует совершенно по-другому во многих отношениях. Она построена по-другому, она построена на других принципах. Ну, то есть я имею в виду какие-то процедурные вещи, какие-то традиции. Ну, это два совершенно разных мира. Меня очень интересовала американская политика, поэтому мне это было очень интересно. Курс был, в принципе, построен на огромном количестве чтения, то есть читать нужно было... Читала я столько, сколько не читала, мне кажется, до этого, за годы своей жизни. Курс очень напряженный, во время него сразу предупреждают, что работать вы не сможете, это была правда. Главная задача, в общем-то, была выжить и успеть все, в том числе поспать. Хотя курс был очень интересный. Я узнала огромное количество, огромное количество вещей новых, но в итоге работаю я в другой отрасли, и это немножко другая история. Правильно ли я понимаю, что ты изучала не только журналистику, но и политологию, там еще какие-то сопряженные дисциплины? Курс построен так, что ты можешь слушать несколько курсов на других факультетах Колумбии, и в нашем случае это логичным образом была школа СИПа, то есть школа международных отношений Колумбии, и всяческая политология. Политическая наука, как часть этой программы, безусловно, присутствовала. Как работает американская политическая система, как в принципе работают институты общества глобально, гражданское общество, международные организации. У меня тогда вопрос тоже по этой теме. Немножко мы пока еще не пришли к главной теме нашего подкаста, но мы скоро туда доберемся. Но не могу не спросить, вот то мнение, которое я слышал, интересно твое мнение на этот счет, есть такое мнение, что примерно с избрания Трампа и с его компанией, американская журналистика с ее вековыми традициями, объективности и так далее, и так далее, она в каком-то смысле испортилась, потому что определенные здания, все главные здания, они склонились в сторону той или иной из двух главных политических партий и, соответственно, толкают повестку либо демократов, либо республиканцев. Вот насколько ты согласна с такой оценкой? Я понимаю совершенно эту мысль, я о ней сама много думала, особенно когда я была, когда я работала еще в России, когда выбирали Трампа. И я там и мои некоторые коллеги, в общем, давались диву, что происходит с уважаемыми американскими изданиями, которые, мне кажется, главным образом были в огромном шоке и, в общем, действовали в режиме «надо не допустить катастрофу» в их понимании. И в таком режиме, понятное дело, что некоторые механизмы какого-то нормального самоконтроля, независимости, они могут немножко отключаться. Получается, при самой такой постановке задачи надо не допустить катастрофы. СМИ переходит из статуса СМИ в статус, не знаю, политика, разве нет? Ну, есть такой момент. Ну, то есть, никуда не делается профессионализм журналистов, когда они писали расследования, допустим. Ну, я говорю про топ американской журналистики, да, там «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йоркер», журналистика, которую делают репортеры, репортажи, расследования. В общем-то, если смотришь, они по-прежнему были сделаны по тем же параметрам качества, проверенные источники, несколько подтверждений и так далее. Но просто можно было часто видеть редакторов, допустим, и колумнистов, тех СМИ, которые считаются либеральными, откровенно призывающих ни в коем случае не голосовать за Трампа. Дэвид Ремник, главный редактор журнала «Нью-Йоркер», в день после выборов, когда Трампа выбрали, опубликовал колонку под названием «Американская трагедия». В этот момент я вспомнил стендап Джорджа Карлина. Он там говорит, что вот, все так боялись, что наступит 2000-й год, что-то произойдет, а ничего так и не произошло. Давайте придем все-таки к главной теме нашего разговора. Собственно, расскажи, пожалуйста, про то, как произошел не очень тривиальный, по крайней мере, со стороны, так кажется, переход. То есть ты поехал в Америку, чтобы учиться американской политической журналистике, а в итоге ты занимаешься журналистикой в области технологий и конкретно криптовалюты блокчейна. Вот в какой момент ты узнала про эту область и почему она тебя так заинтересовала, что ты решила туда пойти? Это действительно нетривиальный поворот. Случилось это довольно-таки спонтанно, потому что пока я училась, я активно искала всяческие стажировки и не буду врать, отправляла заявки, ну, просто практически здесь. В какой-то момент на моем горизонте возникло издание CoinDesk, у которого тоже была стажировка. И я начала читать, что это такое вообще, что происходит. И вдруг увидела, что это очень интересно, что это вообще дико захватывающе, о чем они пишут, что это что-то совершенно новое, о чем я мало что знаю, но во что все еще можно включиться, будучи новичком. Издине, это в каком году? Это было в прошлом году. Это было в году 2018, весной. То есть, как раз на пике хайпа в каком-то смысле. В общем-то, да. Мой сосед по общежитию, который вложился в биткоин, бегал с горящими глазами и рассказывал, что происходит что-то невероятное. В такой момент надо не бегать с горящими глазами, а продавать. Ну, я думаю, что... Я не знаю его точной последовательности его шагов, но мне кажется, он все сделал правильно в тот момент. Вот. Но кусочек этого хайпа я, в общем, видела вживую даже. Нет, ну, хорошо. Но ты подалась... Одно из, значит, множество мест, куда ты отправил резюме, это был CoinDesk. Что они от тебя хотели? Они от меня хотели... Я думаю, что мой российский бэкграунд в плане того, что я читаю по-русски, я говорю по-русски, и я понимаю, что в России происходит, был одним из моих плюсов. Ну, у меня был какой-то опыт журналистский. Честно говоря, я никого не спрашивала, почему бы меня взяли. Но у нас была целая команда стажеров в итоге. Среди которых были и студенты, которые еще учатся, и только что вы... И только что закончившие университет с разным бэкграундом, из разных стран, кстати говоря. Человек... А какие страны были представлены в наибольшей степени, помимо США? Было пара ребят американцев, была я из России, было несколько девушек из Китая, одна девушка, которая говорит по-корейски, то есть ее семья из Кореи, сама она, сама она из Канады. Она сейчас тоже работает в Коиндеск, как штатный журналист. И, собственно, вот все, да. У меня вот такой вопрос возник. Когда ты работала, когда ты шла в Колумбийский университет, у тебя уже был некоторый бэкграунд в политической журналистике, дальше ты получила еще более сильный бэкграунд в своем университете. А когда ты пришла в Коиндеск, правильно ли я понимаю, что тебе в некотором смысле пришлось начинать сначала, потому что технического бэкграунда у тебя не было? Мне абсолютно пришлось начинать сначала, потому что я никогда не писала о технологиях, и я никогда не писала о финансах. И это иронично, потому что в этом есть ирония. Мне кажется, вот жизнь устроена так, от чего мы больше всего бежим, то нас, вернее всего, догоняют. Я никогда в своей жизни не имела цели писать о финансах. Мне казалось, это дико сложно, я вообще не понимаю, как это работает, зачем это все надо. Все это спекуляции на акциях, господи боже мой, зачем? Пусть в моей жизни этого не будет. Технологии просто мне казались слишком сложными. В итоге я пишу и о том, и о другом, и получаю огромное удовольствие от этого. А как у тебя получилось в эту тему въехать? Ты читала какие-то, не знаю, другие статьи, или, может быть, проходила какие-то курсы? Можно я фоллоуап небольшой на этот вопрос? Может быть, в CoinDesk есть какая-то уже отработанная процедура онбординга новых людей, которые приходят, и не очень может быть в теме конкретно блокчейна, вот какую-то, не знаю, последовательность ресурсов, которые всем в CoinDesk дают прочитать, чтобы быстро в тему въехать? Есть ли что-нибудь такое? Она есть, да. Я должна сказать, что CoinDesk очень так осознанно, очень структурированно подошел к нашему приему. Они понимали, что люди, которые пришли, могут знать очень мало или практически ничего про блокчейн, что, в общем, так и было. Ну, то есть, понятное дело, что до этого я посчитала некоторое количество статей на том же CoinDesk, но все равно я, все равно у меня не хватало понимания каких-то фундаментальных вещей технологических, ну, вообще, как это устроено, что это такое. У нас была такая серия, ну, лекций, не лекций, но кто-то из редакции рассказывал, объяснял какой-то определенный аспект блокчейна, то есть, что такое майнинг, что такое ICO, что такое вот эти децентрализованные приложения и так далее. То есть, редакция уделила некоторое время, некоторые ресурсы, чтобы дать нам некоторый такой вводный курс про что вообще то, что мы пишем. Нам была дана пара книжек. А что это за книжки, можешь вспомнить? Книжки, которые нам давали, сейчас секундочку, они тут даже у меня недалеко. Чтобы отлично включить шоу-ноты, чтобы наши слушатели могли тоже просвещаться в блокчейне, так, как это делают профи из CoinDesk. Да легко. Одна книжка называется Crypto... Они обе на английском, понятное дело. Одна книжка называется Crypto Assets Криса Берниския и Джека Таттера. Вторая книга называется The Age of Cryptocurrency Майкл Кейси и Пол Вигна. Майкл Кейси – это исследователь Массачусетского технологического университета. В общем, мне кажется, главный человек там по криптовалютам, он наш колумбнист. И книжку эту он написал совместно с Полом Вигна, журналистом Wall Street Journal, который пишет о криптовалютах. А Крис Берниски и Джек Татар – оба инвесторы, насколько я понимаю, главным образом. Смотри, как я понимаю, есть сценарий из журналиста в блокчейн-журналиста, а есть ли сценарий из блокчейн-разработчика в блокчейн-журналиста? Ну, вернее, распространен ли он в Коиндеске, например? Сейчас я подумаю. По-моему, Алиса Хертих, наша журналистка, которая пишет именно о технической стороне блокчейна, о новых технологиях, о форках, она имеет бэкграунд разработчика. Мне кажется, что да, изначально она была разработчиком, потом она начала писать о блокчейне довольно рано. Она одна из самых давних сотрудников Коиндеска. Может быть, другие журналисты, которые пишут именно о технической стороне, тоже имеют некоторый технический бэкграунд. Да, но немного этого. А можешь назвать какие-то темы, какие-то аспекты технологической стороны вещей, которые для тебя показались наиболее сложными при ознакомлении или, может быть, какие-то другие, которые дались легко и все было очевидно при первом прочтении? Ну, для меня самое сложное было то есть представить, что реально происходит. Вот хорошо, вот транзакция, вот подтверждение этой транзакции, вот майнеры, а что, вот как эти компьютеры друг с другом взаимодействуют? Как-то можно стрелочками нарисовать, куда что идет? Мне кажется, мне кажется, вот это для меня было самое сложное, как-то визуально представить, то есть попробовать вот этот сложный процесс представить, грубо говоря, на пальцах. Я бы сказала, что механизмы приватных транзакций для меня до сих пор такой сложный, такой сложный предмет. В целом, до сих пор, до сих пор закладка у меня курс по, базовый курс по криптографии, который, до которого я никак не могу дойти. Можешь в двух словах описать жизненный цикл статьи, то есть вот нужно написать статью, как ты придумываешь тему, что дальше происходит? Множество тем приходит от людей, которые хотят сообщить новости своих компаний, какие-то новости приходят от блокчейн-криптовалютного сообщества в Твиттере или на тематических форумах, в частности, главным образом Reddit и Discord. Идея предлагается редактору, редактор решает, интересно ли это и чем именно интересно и что именно мы можем из этого сделать. Дальше, в общем-то, как в обычной журналистике, разговариваешь с причастными людьми, пытаешься понять, что у тебя получилось, анализируешь, пишешь текст и он выходит. А кто обычно аудитория ваших статей и отличается ли аудитория от статьи к статье? Да, я думаю, отличается, потому что сейчас наша повестка очень широкая. Мы пишем не только про новости биткоина и про других криптовалют, мы пишем и про новости разработки, мы пишем про новости такого бизнес-плана, как там фандрайзинг или кто-то какую-то компанию купил. Соответственно, наша аудитория тоже разная, то есть насколько я понимаю, нас читают и люди, которые занимаются разработкой блокчейнов, нас читают стартаперы и предприниматели, которые сами что-то делают, запускают какие-то компании в этой отрасли. Другая часть аудитории, это люди в больших корпорациях, которые занимаются блокчейном и занимаются, и это только часть бизнеса этих больших корпораций или какое-то дополнительное средство, с помощью которого они пытаются улучшить свой бизнес. И люди, которых интересуют именно биржи, арбитраж, которые торгуют криптовалютами, им интересно смотреть цены, куда движется рынок и так далее. Вот у нас есть такие разные кластеры аудитории, и которые соответственно пишутся разные статьи. А сколько обычно проходит времени от момента, когда вы решаете писать статью на определенную тему, до того момента, когда она выходит? Ну это по-разному. Может быть материал написан за несколько часов, может большое расследование занять несколько месяцев. Вот моя коллега Ли Кьюин недавно выпустила большое такое очень основательное расследование интересное про одного блокчейн-предпринимателя в Израиле. Она занималась этим три месяца. То есть, ну, в общем-то, как и в обычной журналистике, есть темы более простые, а есть темы, для которых нужно долго исследовать, собирать фактуру, разговаривать с людьми и так далее. Так что по-разному. Но я бы сказала, что в среднем, в среднем статье пишутся, конечно, быстрее. То есть день, несколько дней, я думаю, где-то так. Ну, в такой области, как блокчейн, мне кажется, это не обращает на это внимание, но всякого рода заказные статьи, скамы и прочие вещи, которые не подпадают под определение журналистской этики. Вот как в Коиндеске построены процессы, чтобы этого не допустить? Как случайно, даже если с благими намерениями, как случайно не написать статью про какой-то проект, который потом окажется скамом, всех обманет и убежит с деньгами? Будет тогда удар по репутации вообще неприятно? Ну, платные статьи в Коиндеске исключены, и хотя какие-то предложения постоянно поступают, я уже не знаю, где написать, я уже в LinkedIn у себя написала, что не буду принимать деньги от источников, хотя мне это кажется очень выпедрежной фразой, но люди постоянно обращаются. Это абсолютно исключено у нас. Что касается ненароком написать на проект, который потом окажется скамом, я, честно говоря, я не знаю, что тут можно сделать, кроме стандартных каких-то журналистских процедур. Но, во-первых, сейчас мы, конечно же, далеко не про каждый проект, который появляется, пишем, да это и невозможно. Сейчас у нас уже довольно такой жесткий отбор проектов, про которые стоит писать. Когда их так много на рынке, внимание обращается на те проекты, которые, как это сказать, которые проходят некоторые критерии отбора, то есть у них есть некоторая команда, которой можно доверять, допустим, у этого проекта уже есть какая-то репутация, там, другие люди в области знают про него, что-то могут сказать, ждут, когда этот проект запустится. У этого проекта есть уважаемые инвесторы, какие-то крупные фонды, которые посчитали нужно в него вложиться, то есть какие-то зацепки в реальном мире, которые позволяют понять, что эти люди понимают, что они делают, эти люди имеют какое-то представление о том, какое они пройдут, хотят произвести, они просто собирают деньги под несуществующую технологию, и кое-как написанную white paper. Я думаю, что время таких ICO, оно в принципе, ну не то, что прошло, но сейчас уже, сейчас уже, они как-то очень отошли на второй план, ну и кроме того, например, в Америке, сейчас уже все понимают, что это довольно опасно в такие игры играть, потому что служба SEC, служба надзора за рынком ценных бумаг, она регулярно приходит за какими-то проектами, которые собрали денег, ничего не произвели, и вообще это были незарегистрированные ценные бумаги, то, что они продавали под видом токенов, как SEC сочла. Сейчас уже всем понятно, что если ты хочешь запустить какой-то токен, надо довольно-таки сильно подстраховаться в плане документов, в плане общения с регулятором, в плане хороших адвокатов, и просто так вот выйти на рынок, сказать, покупай все мой токен, это новая криптовалюта будущего, сейчас это уже сделать, мне кажется, довольно сложно в текущем, в текущей ситуации, по крайней мере, на американском рынке. Я себе представил закадровый голос, который говорит, Геша, у тебя white paper скучнее, тебе денег никто не даст. Абсолютно, абсолютно, а я думаю, вот прошел бы биткоин в свои ранние годы эти редакционные критерии, что есть известная команда разработчиков, есть люди, которые ждут, есть социальные инвесторы с репутацией, у биткоина ничего этого не было, это было сугубо маргинальным явлением в ранние, по крайней мере, годы, то есть он бы прошел под радаром, и его бы не заметили по таким критериям. Сатоши не прошел бы критерий отбора, нет, я к тому, что кроме шуток все-таки с одной стороны есть какой-то трейд-офф, интересно было про это поговорить, с одной стороны понятно, что нужно делать какой-то барьер и не про всех писать, потому что про всех не напишешь, и это неинтересно, вообще никому не нужно, с другой стороны вполне могут же возникать проекты как бы на периферии и вне такого мейнстримного цикла команда, white paper, сайт, финансирование, там презентации на контенсусе, а где-то вот в каких-то анонимных форумах. И тоже важно такие вещи не упускать, если они технически интересные и перспективные. Я фоллоуап небольшое сделаю, то есть другими словами, любой формальный фильтр не пропустит черного лебедя. Это хороший вопрос, и честно говоря, поскольку я не редактор, и не я занимаюсь отбором тем, мне довольно сложно на него ответить. Я говорю от той логики, в которой я сама работаю, но если сравнивать биткоин и те проекты, которые появляются сейчас, биткоин был первым в своем роде. Это был неслыханный эксперимент, который пился и пошел. Те проекты, которые появляются в 2017, в 2018, и уже даже, хорошо, не 17-й, но в 2018-2019 году, они существуют уже в экосистеме. То есть люди, которые начинают заниматься блокчейном, они не на пустом месте это делают. Вокруг них огромное количество других людей, с которыми они, скорее всего, общаются, потому что ты же не за один, грубо говоря, день все-таки придумаешь свой проект и работаешь над ним какое-то время. И логично предположить, я думаю, что к тому моменту, когда у тебя будет готова документация, когда у тебя будет готов проект, когда у тебя будет готова компания, и ты будешь запускать свой проект уже, ты уже прожил с этими идеями в сообществе какое-то время, ты их с кем-то обсуждал, ты общался с другими разработчиками, потому что тебе нужно обсуждать идеи, потому что тебе нужны люди для твоего проекта. Мне кажется, быть совершенно никем незамеченным невозможно. И, допустим, совсем давно запустился проект Космос, я, например, честно скажу, практически ничего не слышала о нем до момента запуска, но сообщество девелоперов, в том числе старых, давних девелоперов биткоина, они знали про этот проект, и они ожидали этого запуска, и наши журналисты об этом знали, что хотя проект не особо был публичен, никакого хайпа вокруг него не было, но в профессиональном сообществе о нем знали, и поэтому понимали, что абсолютно есть смысл о нем писать, потому что люди, которые разрабатывают его, они уже заручились доверием компетентных профессионалов в этой области, и поэтому скорее всего то, что они делают достойно внимания, мы должны это ответить. Раз уж разошло про космос, тот аспект, что существующее сообщество людей, которые давно в этом вертят, действительно ждали этого запуска, подтверждается и чатом нашего подкаста, где слушатели просили посвятить выпуск, или какую-то часть выпуска этому проекту, к сожалению, пока мы этого не сделали, я, честно говоря, сам не очень разобрался в том, что это такое, но пользуясь случаем, и раз уже зашла речь, можно обратиться к нашим слушателям, если кто-то готов рассказать про космос, напишите нам, и мы позовем вас в гости и поговорим про космос. Следующий вопрос, который хотелось бы задать, за пишущим журналистом, который отвечает за итоговый текст статьи на CoinDesk, стоит ли какая-то, ну, скажем так, команда, группа поддержки, или какие-то люди, которые сами, не будучи пишущими журналистами, отвечают, например, за техническую достоверность того, что написано, или делают какой-то факт-чек, бэкграунд, ресерч и так далее, или журналист, который отвечает за текст, он должен от и до все это сделать самостоятельно. Я бы сказала, из моего опыта, факт-чек все-таки лежит на журналисте и его редакторе. У нас есть, безусловно, адвокат, который может проверить, насколько текст имеет какие-то слабые места, которые могут быть оспорены в суде. Еще у нас есть команда дата-журналистов, которые занимаются исключительно анализом больших данных и которые делают отдельный немного продукт. В частности, у нас есть теперь такой Crypto Economic Explorer, который показывает параметры различных криптовалютных проектов, конкретно факт-чекинг на журналистах и редакторах, на нас. А проверка технической состоятельности и технической точности? Метод посоветуйся с коллегой, который, как ты думаешь, разбирается в этом участи, чем ты. Какие инструменты используются для организации работы журналистов и насколько ваша команда распределена или вы все уходите в один и тот же офис? Все, кто в Нью-Йорке ходят в один и тот же офис, но у нас есть коллеги, люди, которые работают из Лондона, из, по-моему, еще из каких-то мест Европы, есть люди, которые работают из Азии, есть люди, которые работают из Индии, из Австралии. По-моему, это все. Может быть, я кого-то забыла, но у нас есть отдельные журналисты, которые работают из других стран, они живут там и они работают там. Это дает нам преимущество, что мы можем своевременно писать о новостях, которые происходят в других часовых поясах. Основной офис, он в Нью-Йорке и мы все туда ходим. А сколько сейчас всего сотрудников работает в Коиндеске и как они распределены между ролями журналисты, технические сотрудники и какие-то еще роли менеджерские, может быть? У нас есть редакционная часть и у нас есть так называемая бизнес-часть, которая занимается всеми организационными финансовыми вопросами, которая занимается организацией консенсусов и всяческих мероприятий, все, что связано, все организационные вопросы. Редакционная часть, я бы сказала, если считать журналистов и редакторов, то человек 20, я думаю, где-то в таком роде. Это если считать и нью-йоркский офис, и зарубежные офисы. В бизнес-части тоже работает пара десятков человек, я думаю. И сейчас у нас выросла команда людей, которые занимаются консенсусом. Сама бизнес-часть еще тоже поделена на несколько частей. У нас есть часть редакции, которая пишет про девелопмент, именно про технические аспекты. У нас есть часть редакции, которая пишет про стартапы и часть редакции, собственно, к которой отношусь я, которая пишет так называемая бизнес-часть. Мы пишем про все, что связано с большим традиционным бизнесом и традиционными финансами. То, что происходит на пересечении этого традиционного мира большого бизнеса и блокчейн-индустрии. А можно дать какую-то статистику по посещаемости сайта CoinDesk? Сколько его читает людей? Затрудняюсь, ответить не буду. Можно ли сказать, что это самый популярный сайт, посвященный блокчейн-технологиям? Я прошу прощения, ворвусь. Я сейчас смотрю CoinDesk через SimilarWeb, пишут 5 миллионов посетителей в месяц. Честно говоря, мне бы, конечно, хотелось сказать, но, как вы понимаете, не имея перед глазами статистики наших конкурентов, сказать это сложно. По моим ощущениям, да, CoinDesk лидирует в этой отрасли, но конкуренция уже на данный момент, конечно же, есть от других изданий, которые пишут про блокчейн, и особенно от тех, кто пишет про повестку моей редакции, то есть то, что связано с традиционным бизнесом, традиционными финансами, с большими компаниями. И кого здесь можно назвать основными конкурентами? Я прошу прощения, снова ворвусь, я сейчас смотрю, какое-то время назад наводил статистику, CoinDesk вот по количеству посещаемости на тот момент, когда я смотрел, был второй, первый был CCN, это если из чисто крипто-журналов. Ну, вот, соответственно, можно говорить про такие чисто блокчейны, здания, как CCN, Cointelegraph, наверное, The Block, вот этот кластер. Что касается того, что происходит с большими компаниями и теми же криптовалютными биржами, допустим, там тот же самый Coinbase, про него с удовольствием напишет и Wall Street Journal, и Business Insider, и New York Times, поэтому конкуренция серьезная. Что является основными источниками прибыли для CoinDesk? это рекламные баннеры, это организация конференции или это какие-то другие источники? Источник дохода? Да. Я думаю, что, но, честно, совершенно не по моей части вопрос, я могу только предположить, что консенсус был раньше и остается довольно важным компонентом в плане доходов, в остальном, честно, затрудняюсь. Про деньги меня лучше не спрашивать. Ну, понятно, это вопрос такой, понятно, что не совсем по адресу, но вот издание The Blog, которое ты упомянула, они недавно запустили очень интересную бизнес-модель. Они предлагают за тысячу долларов в год подписаться на их эксклюзивные материалы и получать эксклюзивный ресерч, написанный специалистами и так далее, и так далее. Конечно, сложно не судить, насколько оправдан на такое предложение, но, видимо, по крайней мере, какая-то часть рынка готова за это платить такого порядка деньги. Нет ли каких-то движений с вашей стороны в сторону, может быть, такой бизнес-модели? Я не слышала про такие наши планы, честно говоря, не думаю, что они у нас есть, когда новости про то, что The Blog запускает это, нас подивили. Я не знаю, насколько успешен проект The Blog и насколько много людей на них подписались, но будем откровенны, даже на таком развитом рынке блокчейна и криптовалют, которые сейчас существуют в Америке, это по-прежнему довольно нишевая тема. Я пытаюсь посмотреть, сколько стоит подписка на, допустим, New York Times в год. Мне почему-то кажется, что она стоит меньше, чем 1000 долларов в год. Я абсолютно уверен, что меньше, но здесь они же делают акцент на том, что это не просто посчитать для общего развития, а что это actionable advice, что ты получаешь качественную информацию, которая тебе позволит трейдить более эффективно. Я уже за них немного додумываю, но у них, мне кажется, такое направление мысли. Вот здесь тогда встает вопрос, чем они готовы подтвердить свою экспертизу, потому что я бы скорее ждал какой-то финансовой или аналитической конторы, или более технической, типа, не знаю, консенсиса. Ну вот, вот да, поэтому, собственно, мы и поделились, и вообще, честно говоря, вопрос платных подписок в СМИ проблематичен. Опыт ведущих американских изданий показывает, что, в общем, далеко не многие могут себе это позволить, но то есть ты должен реально иметь такую репутацию, такую базу читателей, чтобы они были согласны платить деньги за твой контент. Да и даже ведущие издания, если посмотреть New York Times, The Economist, Wall Street Journal, кто имеет платные подписки, они постоянно запускают акции, или Нью-Йоркер, они постоянно запускают акции, приуроченные каким-то дням, подпишитесь, там, за 6 долларов за полгода, там, или какие-то другие смешные деньги, которые потом превратятся в реальные, если вы останетесь подписчиком. Но поначалу немного, потому что всем понятно, что люди все еще не привыкли платить за информацию, которую они читают в интернете, а когда это настолько специфическая информация, мне, честно говоря, трудно, мне трудно оценить жизнеспособность такой модели, но эксперимент интересный, очень интересно посмотреть, что из этого будет. А как ты думаешь, вот тот факт, что издания, которые пытаются внедрить подписную модель, они, может быть, не всегда успешны, или, по крайней мере, это не является каким-то ошеломляющим успехом, связано ли это с тем, что людям жалко, условно говоря, 10 долларов на подписку или 5 долларов, или с тем, что людям просто лень доставать кредитную карту, они, может быть, подсознательно боятся, что это может быть небезопасно, что это такой какой-то ментальный барьер, который преграждает путь на пути к тому, что они, может быть, и готовы были бы даже заплатить, если бы это было просто. Так это не так уж сложно. Нет, технически же это очень просто. Ввел данные, это не сложнее, чем купить на Амазоне поролоновые зайчевушки. Это механизм очень простой. И, честно говоря, я не думаю, что много людей прям-таки задумываются, вот я ставлю данные о своей кредитке, а вот смогут ли они защитить эти данные. Честно говоря, мне кажется, довольно немного людей реально на серьезном уровне задумывается на данный момент о приватности своей информации. Просто, крово говоря, немногие понимают, почему я должен платить деньги за что-то, что я привык получать бесплатно. Вот и все. Ну, хорошо, тогда давай, давай немного поговорим про некоторые из своих материалов, которые, мне кажется, были бы интересны и мне обсудить, и нашу аудиторию тоже, надеюсь, будет интересно. В первую очередь, мне бы хотелось поговорить про расследования, связанные с биржами. Два материала, которые я прочитал, про биржу VEX и про биржу Quadrigus CX. Вы скажете, пожалуйста, как эти материалы готовились и каким, собственно, выводом будут прийти? Ну, выводы, я боюсь, уже написаны в текстах, и мне тут нечего добавить, но это были, это, честно говоря, из моих любимых текстов, из нескольких самых интересных моих историй, я думаю. Биржа VEX, это, как вы, возможно, знаете, большая болезненная история. Биржа заморозила выводы прошлым летом. Извините, пожалуйста, я бы тут еще добавил, что VEX, это же преемник знаменитой биржи BTC, которая была закрыта. Да, 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 хорошо, да, 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 простите, надо сказать предисловие, что биржа VEX была запущена используя, с использованием базы пользователей BTC, которым предложили вернуть их деньги, которые были заморожены после остановки BTC. Что случилось с BTC, я думаю, все слушатели очень хорошо знают, и с предполагаемым ее руководителем, который сейчас в греческой тюрьме находится. Он до сих пор, он до сих пор ожидает решения о том, депортируют ли его и куда, потому что претендовали на депортацию три страны, США, Россия и Франция. И, насколько я понимаю, сейчас идет, сейчас идет борьба за то, чтобы, кому именно его выдадут, потому что США хотят судить его за отмывание, за отмывание денег и много еще чего. Россия, по-моему, не особо хочет его судить, но хочет его забрать. Это отдельно. BTC это отдельная сага, которая до сих пор не рассказана до конца. Там множество удивительных, интересных моментов. То, что случилось после того, как она закрылась, это немножко более простая история, хотя тоже загадочная. После того, как BTC прекратила работать, появился такой человек, Дмитрий Васильев, блокчейн-криптопредприниматель. Который, судя по всему, был крупным клиентом BTC до этого, по крайней мере, как он сам говорил. И он имел контакт администратора. Но контакт был, как говорит Дмитрий Васильев, в анонимных мессенджерах. И лично он никогда с этим администратором не общался, а администратор заведовал ключами от кошельков. от кошельков BTC и, соответственно, затем уже от кошельков VEX, потому что деньги из кошельков BTC были переправлены в новые кошельки. И примерно год биржа действительно перезапустилась, она пообещала пользователям вернуть им часть их баланса в VEX токенах, а затем выкупить эти VEX токены. То есть у людей была перспектива, что они получат свою замороженную криптовалюту обратно. Но через год начались разные интересные вещи с биржи VEX. Например, биржа попытался купить человек по имени Дмитрий Хавченко с позывным «Морячок», которого считают приближенным к олигарху Константину Малахееву. И тут начались проблемы, потому что в какой-то момент Дмитрий Васильев утерял связь с админом. И, соответственно, с кошельками биржи остановились выводы и крипты и фиата. Админы по-прежнему поддерживают какую-то символическую связь с пользователями в чате VEX, но ничего не происходит, и люди не могут вернуть свои деньги. Происходит это уже очень долго, и в какой-то момент, еще прошлым летом, люди начали замечать, что с тех адресов, которые считались кошельками биржи, начал уходить эфир. И люди составили список тех адресов, которые, как они считали, принадлежат VEX, которые являются кошельками этой биржи. Мне хотелось очень проследить путь этих денег, но я совершенно не понимала, как это делать. У меня заняло достаточно много времени, собственно, процесс принятия решений, могу ли я это сделать, но было очень интересно. Я даже не предлагала изначально эту тему редактору, потому что мне казалось, я делаю что-то, чего я никогда раньше не делала, у меня совершенно нет гарантии, что это получится. Я сказала редактору, что я занимаюсь этой темой, когда у меня уже был готов текст. Я стала смотреть, что происходит с этими адресами, о которых говорили люди, потому что на них они не были официально нигде не было написано, что они действительно принадлежат Вексу. Но если посмотреть на схему того, как двигались деньги, все эти кошельки примерно в одно время получили очень большие суммы эфира от кошелька, который был известен как кошелек БТЦЕ. Он в блокчейн-эксплорере, который называется EtherScan, где можно посмотреть все транзакции эфириума, он собственно носил ярлык БТЦЕ. И в какой-то момент несколько кошельков получили десятки тысяч эфира в одиночных больших транзакциях из этого кошелька. Собственно говоря, это и были адреса, которые люди считали принадлежат БТЦЕ. В том числе среди них был один кошелек, с которого люди получали эфир, когда они выводили деньги с биржи. То есть было понятно, что этот кошелек явно принадлежит бирже. И поскольку он был большими транзакциями связан с другими кошельками и с изначальным кошельком БТЦЕ, можно было с довольно большой степенью уверенности предположить, что это действительно были кошельки биржи. Но в блокчейн-анализе ты со стопроцентной уверенностью не можешь ничего сказать, потому что это не банковский перевод, там не написано от какого человека, какому человеку, от какой фирмы, какой фирме. Если люди не захотели сами написать на своих кошельках, что это их кошельки, то бывает довольно трудно установить реальную связь между ними этими адресами. Но с довольно большой степенью уверенности можно было сказать, что мы видим те кошельки, с которых деньги перешли в одиночных крупных транзакциях с кошелька БТЦЕ, и которые потом функционировали как кошельки новой биржи ВЕКТО. А вот ты говоришь, что они деньги переходили в единичных крупных транзакциях. Правильно ли я понимаю, что это значит, что ребята в общем не особо и прятались? Ну, в общем-то, те ребята, которые переводили деньги с кошелька БТЦЕ на новые кошельки не особо прятались. Для тех, кто хотел следить, это были очень крупные и очень очевидные транзакции. Потому что понятно, что с кошелька биржи переместить деньги может только человек, у которого есть ключи. То есть человек с этой биржи, скорее всего, ну, если, конечно, ключи кто-то не украл. Это были довольно очевидные транзакции, довольно очевидные знаки того, что люди, которые контролировали деньги БТЦЕ, теперь контролируют деньги ВЕКСа. То есть фактически с помощью блокчейн-анализа вы предоставили такой довольно твердый аргумент в пользу того, что эти две биржи действительно связаны и эти две биржи действительно унаследовали, ВЕКС действительно унаследовал то, что было на БТЦЕ, хотя официально это не заявлялось и не анонсировалось. Нет, Дмитрий Васильев официально анонсировал, что он продолжит, грубо говоря, дело БТЦЕ, что он будет работать с теми же пользователями и вернет их в средства. В общем-то, я пытаюсь подытожить, в чем, собственно, в чем заключается новость или в чем заключается открытие. А новость была в том, простите, я очень долго рассказываю и я никак не перехожу к главному. Новость была в том, что из этих кошельков через цепь других кошельков в итоге порядка 93 тысяч эфира перешло на Бинанс. То есть, грубо говоря, было выведено с биржи и с большой вероятностью продано. То есть, деньги, которые люди ждали, ну, то есть, можно предположить, что те люди, которые ждали вывода как минимум своего эфира с ВЕКСа, могут его не дождаться, потому что эфира на кошельках больше нет. Это была новость. Я бы сказала, что с помощью блокчейна-анализа однозначно нельзя доказать ничего, но мы делали, но я делала как бы сочетание, то есть, я анализировала блокчейн, я пыталась найти для этого зацепки в реальном мире, то есть, я общалась с пользователями, просила их сказать, с какими кошельками они имели дело, то есть, чтобы сказать что-то о реальном мире, блокчейн-анализа недостаточно, нужны данные из реального мира и блокчейн-анализ. Переходя к другой, но смежной теме, вторая история про биржу и как все пропало и все сгорело, которая наделала много шума, это квадрига, основатель которой то ли умер, то ли нет, то ли украл все эфиры, то ли нет. Вот можешь как-то основываясь на том ресерче, который ты делал и вообще на какой-то информации, которая может у тебя есть, сформулировать кратко, что там собственно произошло. Есть ли понимание у тебя или у кого-то, что там на самом деле случилось? С квадригой тоже все очень загадочно, потому что, да, было сказано, что основатель умер и было сказано, что только основатель имел доступ к ключам кошелька в бирже, что многих, мягко говоря, поразило, потому что в 2018 году, допустим, Multisig это не что-то экзотическое и, в общем, биржа, которая обращалась, которая имела дело с огромным количеством криптовалют и пользователей, что она хранила все ключи в одном месте, на одном конкретном ноутбуке и после того, как его основателе не стало, больше кто не может получить к этим доступам, многих, многих довольно-таки потрясла, скажем так, такая версия событий, а когда люди начали, когда люди начали смотреть, что происходило, собственно говоря, с кошельками, в первую очередь из эфириума, потому что анализировать транзакции в эфириуме проще, чем в биткоине, именно модель аккаунтов, она гораздо более удобна для блокчейн-анализа, чем UTXO модель, которая у биткоина и других криптовалют, которые с такой же моделью. Я тут, извините, добавлю в скобках, что именно поэтому те валюты, которые пытаются защитить приватность пользователей, EasyCash и Monero и, насколько я понимаю, MimbleWimble-бейст валюты, там везде модель UTXO, потому что она, наоборот, более сложна для анализа. Да, да, UTXO модель анализировать очень сложно, мне это было гораздо сложнее, я бы не смогла это сделать без добровольной помощи людей, которые действительно в этом разбираются и которые давали мне совет, которые помогали мне сориентироваться, что, собственно говоря, происходит. Я вижу эти цепи транзакции, но что они означают. Возвращаясь к Вадриге, люди стали смотреть, люди стали смотреть на транзакции и пытаться понять, собственно говоря, а вот эти холодные кошельки, то есть кошельки, которые в оффлайне, где предположительно хранится криптовалюта пользователей, которым теперь нет доступа, они вообще где, это что за адреса. И парадоксальным образом несколько людей, которые занимались всякими исследованиями, пришли к выводу, что холодных кошельков с большой вероятностью вообще не было. Просто не было адресов, на которые с известных кошельков Вадриге поступали бы большие суммы деньги и оставались бы там. Со всех адресов... То есть это должно было означать, что у большой биржи был только горячий кошелек, который был все время в онлайне, который хранил все деньги? Ну, некоторое количество горячих кошельков, как минимум. S в криптоэксченге стенд и более того, с этих горячих кошельков люди увидели, что в течение 2017-2018 года миллионы долларов криптовалюты уходили на другие биржи. С какой целью, почему это предстоит еще выяснить, я думаю. Но не очень типичная практика и не очень очевидная для биржи практика. А можно мы сделаем шаг назад? Я хотел спросить, я правильно понимаю, что ты сама прямо смотрела транзакция, какая с какого адреса на какой шла, или есть какие-то, может быть, автоматические инструменты для анализа таких вещей? Ну, я смотрела сама на транзакции, что касается автоматических вещей, есть сервисы, которые помогают анализировать UTXO блокчейны, например, OXT, такой есть сайт, люди, которые его разработали, они анализируют сами адреса, и они собирают множество адресов, такие кластеры, которые с какой-то вероятностью можно сказать, что они принадлежат, допустим, одной и той же бирже. И тогда ты можешь смотреть массив данных по сразу по сразу многим кошелькам и видеть, куда средства движутся, куда нет. И, кстати говоря, этот сервис довольно с большой точностью определил местоположение кошельков Quadrigi, потому что последующие транзакции, которые были официально известны как транзакции именно Quadrigi, подтвердили, что именно эти кошельки в них участвовали, потому что, поскольку сейчас дело уже в суде, и фирма EY и Эмстон-Янг официально назначена как это перевести, официально назначена представить Monitor, в общем, они независимы эксперты в этом деле, они в какой-то момент перевели все деньги, все средства, которые оставались на горячих кошельках биржи, на собственные холодные кошельки, чтобы та крипта уже никуда точно не ушла с кошельков Quadrigi, и, в общем-то, количество, которое было переведено, оно может быть отслежено, отслежено по блокчейну, используя вот инструменты, которые предоставляют в частности OXT. Да, я смотрела на сами транзакции, я сопоставляла адреса, у меня до сих пор хранится в компьютере, ну, то есть, да, документ со списочком адресов, которые уже с большой долей вероятности сейчас, можно сказать, что действительно принадлежали Quadrigi. Меня этот процесс очень захватывает, я бы хотела делать этого больше, но случай предоставляется нечасто, к счастью для людей. Ну, то есть, подытоживая, у тебя есть какое-то, не знаю, личное мнение, или как ты оцениваешь вероятность такого сценария, что смерть руководителя этой биржи действительно была инсценирована с целью того, он, грубо говоря, сбежал с деньгами. Мне очень не хочется спекулировать на тему чьей-то смерти. Для меня, мне кажется, у меня в этой истории, как у, в общем-то, многих других людей вызывает огромный вопрос то заявление, что один человек контролировал кошельки и биржи, которая не была огромной, то есть, там не вращалось огромное количество денег на этой бирже, но довольно ощутимое количество криптовалюты, и что только один человек имел доступ к этим кошелькам, кажется, очень диким в 2018 году. Были какие-то подозрительные вещи, допустим, в какой-то момент, и Эрнстен Янг это зафиксировала, с горячих кошельков на холодные, это было уже, уже когда начался суд, уже когда внимание было приковано к квадриге, и тут выяснилось, что те, кто до сих пор имеют доступ к горячим кошелькам к квадриге, они нечаянно перевели 104 биткоина на холодный кошелек, которому теперь нет доступа после смерти генерального директора. В общем, ну вот берешь и случайно переводишь 104 биткоина на кошелек, который ты больше не можешь достать. Ну вот просто вышло так. Такие истории напоминают мне историю про MTGOX и как там тоже развивались события, я об этом рассказывал в одном еще из первых выпусков этого подкаста, пересказывая доклад на конференции Breaking Bitcoin, так там вообще была жара, тоже что-то потеряли, что-то, один сломал, другой потерял. Что-то потеряли, что-то, значит, ключи потеряли, потом еще дослали туда биткоинов, туда, где было уже все потеряно и так далее. То есть это можно было бы делать в 2013 году, но в 2018, конечно, люди должны более профессионально себя вести, это безусловно. Ну как-то да, просто по логике уже столько существует разных решений для поводного хранения, для менеджмента ключей, то есть, не знаю, вот это самое поразительное для меня, что возможно возможно вообще предположить такой сценарий для криптобиржи, что все ключи в одном месте и хопа, они все потеряны. Ну, давай еще поговорим на третью тему, которую я хотел бы осветить из того, о чем ты писала, это регулируемые биржи и СТО. Насколько я понимаю, это твоя основная сейчас тема. Опиши, пожалуйста, в целом пейзаж, что такое вообще СТО и в чем отличие, например, от ICO. пейзаж таков. После того, как американские регуляторы стали приходить за людьми, проводившими ICO и штрафовать их на довольно крупные суммы денег за выпуск незарегистрированных ценных бумаг, ну, в общем-то, говоря, механизм ICO, мне кажется, вызывал юридические вопросы у людей, которые были давно в отрасли, примерно с самого начала. Но до какого-то момента люди делали все это безнаказанно, говоря, что это что-то совершенно новое, это децентрализованно, это просто не подпадает ни под какие действующие законы. Но американские регуляторы подумали по-другому в какой-то момент. И стало понятно, что если ты хочешь выпустить свои токены, то ты должен предварительно подстраховаться, чтобы твой бизнес и накрылся в какой-то момент, и чтобы сам ты не понес минимум, чтобы сам ты не понес ответственность за это. И формат ICO это фактически выпуск ценных бумаг по немного облегченным правилам. В американском законодательстве существуют разные режимы регистрации этих бумаг, некоторые более сложные, некоторые более простые. и фактически ты выпускаешь твои токены зарегистрированы как тенная бумага в таком облегченном варианте. Тут тоже возможно зачем нужны эти токены? Тут возможны разные варианты. Допустим, может быть компания, которая хочет быть очень передовой, очень инновационной, она хочет выпустить свои акции не на бумаге, не на вот как всегда это делается, а на блокчейне под видом токенов, но при этом эти акции будут, но при этом эти токены будут действовать как акции, то есть это уже на усмотрение компании, то есть они будут платить по ним дивиденды, или там будут какие-то права голосования по делам фирмы. Это сейчас все только в начальной стадии находится, еще тут нельзя каких-то наблюдений сказать, что именно люди делают. Меня в такой конструкции очень смущает следующий аспект, что когда мы пытаемся сделать токен, который будет вписываться в текущий регуляторный режим, получается мы как бы пытаемся усидеть на двух стульях, то есть с одной стороны у нас есть логика, которая закодирована в смарт-контракт самого токена, а с другой стороны у нас есть логика собственно законов, регуляций и так далее, и так далее. Словно говоря, если я выпускаю свою акцию на обычной бирже, я это действую в рамках закона и при каком-то конфликте суд будет решать кто прав, кто не прав. Если я выпускаю просто токен в эфириуме, тогда вся его логика записана в смарт-контракте и дальше у кого есть ключ, у того токены есть. А если я как компания выпускаю токен, который как бы должен соответствовать акции моей компании или по которому я обещаю платить дивиденды, вот что собственно происходит дальше в случае конфликта? Допустим, там какой-нибудь хакер украдет ключи и половину моих токенов сожжет. Это будет ли означать, что у моей компании теперь в два раза меньше акций? Есть ли какие-то подходы, какие-то мнения насчет того, как такого рода конфликты можно решать? Что происходит в случае конфликта никто не знает, потому что эти площадки только запускаются, эти токены только выпускаются и что будет с ними происходить в дальнейшем это вопрос открытый. Я даже не берусь предсказывать, испулировать тут как-то. но суть в том, что поскольку сейчас все очень-очень перестраховываются в плане взаимодействия с регуляторами, те площадки для security токенов, так скажем, то есть токены, которые должны действовать как ценная бумага, те площадки, которые сейчас уже запустились для них, а их, грубо говоря, собственно, две, насколько я знаю. это P-Zero, которая запустила компания Overstock, американская компания, которая вообще-то занималась продажей мебели в интернете, но ее основатель Патрик Берн очень увлечен блокчейном, и он хотел, он, он, собственно, в течение нескольких лет компания работала над тем, чтобы запустить такую вот, грубо говоря, электронную биржу для security токенов. Еще есть площадка под названием Open Finance, честно скажу, я немного про нее знаю, они только, они только запустились, и если говорить про T-Zero, про которую я писала довольно много, они действуют в таком гибридном режиме. Сейчас токены могут покупать и продавать только зарегистрированные инвесторы, и они фактически действуют через брокера, то есть транзакции записываются в блокчейне, но транзакции инициируются все равно брокером. То есть это такая немного гибридная система, она уже на блокчейне, но она все еще действует тем же правилом, по которым действует традиционный рынок ценных бумаг. И на этом пересечении много всяких интересных и курьезных вещей происходит. У меня почему-то в голове возникла картинка, как, ну, какая-то старая фотография, где одна из первых моделей автомобилей Ford, а в автомобиль впряжена лошадь. Вот примерно брокер, который кладет транзакцию на блокчейн в, как сказать, on behalf of his client, вот это примерно такая же конструкция. Вот я не очень понимаю, что значит гибридная система, то есть понятно, что можно сказать и можно попытаться это себе представить, но что это значит на практике не очень понятно, и мне кажется, вот исходный вопрос Сергея остается. В случае конфликта вот этой брокерской системы и блокчейна, какую, грубо говоря, признает суд, или какой ассет будет настоящим, не знаю. Извините, немножко дополню, этот вопрос на самом деле имеет смысл, только если мы под блокчейном имеем в виду настоящий открытый блокчейн. Если это permission блокчейн, тогда особо проблемы здесь и нету, наверное. А в случае T-Zero мы говорим об открытом блокчейне, который эфирю. Если предположить, что кто-то пойдет в суд на данном этапе, мне кажется, что все-таки суд будет рассматривать традиционные финансовые отношения брокера, компании и инвестора. Это только догадка, что будет на самом деле, когда кто-то действительно обратится в суд, я не знаю, когда этот момент наступит, наступят ли, я не могу сказать, потому что да, система вот настолько, я, в общем-то говоря, разделяю иронию Сергея, но вот это то, что произошло, когда мир киберпанка, мир блокчейна, мы обойдемся без традиционной финансовой системы, у нас будет деньги, которые никто не контролирует, мы будем делать там все, что хотим, когда вот это сообщество, оно встретилось с американской юридической реальностью, в которой людям сказали просто, вы собирали деньги с людей, значит, вы выпускали ценные бумаги, и, может быть, вы, конечно, считаете, что у вас децентрализованная совершенно ни от чего независимая система, но мы считаем, что вы нарушили закон и просто не провели те процедуры, которые должны были провести, и вот вам штраф. Поэтому пришлось как-то вот впрягать эту лошадь в эту машину в Теслу, понимаете, и пока что их распрячь не решаются люди, невозможно. У меня появилась, на самом деле, идея, как можно было бы это действительно запрячь, лошадь в Теслу и совместить брокеров, биржи и так далее с, пусть даже открытым блокчейном, это можно сделать так, что если у нас будет токен на блокчейне по обычному там стандарту ERC20, но у него будет некий мастер-свич, и администратор биржи может при определенных условиях в экстренном порядке кому-нибудь токены переводить. Например, можно это положить в какой-нибудь мультисик, и если соберутся одновременно ключи какого-нибудь, не знаю, брокера, адвоката, суда или еще там кого-то, они могут собраться и, условно говоря, украденные токены или неверно посланные кому-то токены перечислить обратно согласно решению суда. Ну, что-нибудь такое можно изобрести. А само понятие мастер-свич вам близко, симпатично? Мне интересно услышать мнение. Ну, идеологически мне он не близко, но я понимаю, как написать код смарт-контракта так, чтобы там был мастер-свич от имени определенного адреса. То есть, это технически реализуемо. Ну, вот если мы хотим запрячь эту лошадь, то вот оно делается так, я думаю. На самом деле, мне кажется, здесь есть какое-то противоречие на уровне концепции. То есть, сделали биткоин, чтобы иметь возможность проводить транзакции без цензуры и без прочих вещей. Потом пришел хайп, потом люди попытались на этом заработать настоящих, я имею в виду, фиатных денег и тратить их на физические ламбы. И вот здесь как раз и проявляется это противоречие, которое состоит в том, что с одной стороны они хотят жить в рамках легальной системы США, а с другой стороны используют инструменты, которые были созданы для обхода любой традиционной легальной системы. Я согласна с вашей иронией, но видите, ирония же собственно заключается в том, что весь биткоин создавался, как мне представляется, не для того, чтобы заработать много денег. Биткоин создавался для совершенно других целей, что создать совершенно автономную финансовую систему, где люди будут обменять, где люди будут пересылать друг другу единицы стоимости, совершенно не задействуя центральные банки, правительство, монетные ры, все такое. А когда биткоин собственно начал резко расти в цене, вот в область, в отрасль пришли люди, которые хотели на этом зарабатывать, и они принесли другое мышление. Эту логику, эту историю можно продолжать, а потом в индустрию пришли люди, из больших компаний, которые увидели в технологии блокчейна возможность просто улучшить бизнес-практики внутри собственной компании, которые стали создавать закрытые блокчейны, которые вообще другая история, которые тоже не очень-то вяжутся с логикой биткоина изначальной. Поэтому, да, просто и до сих пор, я думаю, что существует в сообществе, если считать сообществом всю общность людей, которые имеют какое-то отношение к блокчейну и криптовалютам, есть люди, которые до сих пор сосредоточены на, исключительно на автономной, на автономном обмене людей между собой. Они до сих пор занимаются разработкой кода биткоина, они занимаются приватностью, они занимаются всяческими автономными системами хранения ключей и так далее. Есть люди, которых интересует возможность зарабатывать на биткоине, возможность пользоваться им как финансовым инструментом, и они создают фактически второй слой финансовой индустрии на этом, то есть они сочетают практики, которые существовали для них, банки, биржи, торговля ценными бумагами, и они надстраивают это все на биткоине, и это совершенно другая логика, которая в каких-то моментах откровенно конфликтует с первой логикой, а есть люди, которые хотят просто считать, что блокчейн это может быть такой эффективный и хорошим способом организовать поток информации в собственной компании, и они делают совершенно что-то третье, что люди из первой группы вообще не будут считать блокчейном некоторые. Если выпуск токенов или, не знаю, СТО можно сравнить с запряганием лошади в машину, то мне кажется многие корпоративные блокчейны можно сравнить с карусельками, на которых такие машинки, в которые дети садятся и крутят там руль. В общем, да, и карусельку можно остановить в какой-то момент, всех высадить или переделать централизованное. А мне хотелось бы вот так может вопрос задать, если мы говорим про эти вот группы, которые, ну, условно говоря, первые Шукропанки, а вторые финансисты, то, может быть, здесь на самом деле конфликта-то и нет, потому что можно сказать, что блокчейн это некое цифровое золото, которое обладает своими золотоподобными качествами из-за кода, который написали люди из первой группы, а дальше люди из второй группы, они хотят этим просто торговать как товаром в какой-то смысле, то есть, как торгуют золотом, например, на биржах, никто друг другу физическое золото не пересылает, а все обмениваются просто какими-то бумажками или электронными записями, кому оно формально принадлежит. Так же, в принципе, можно делать и с биткоином, и, в принципе, здесь даже конфликта особого и нету, как вы считаете? Ну, смотря о каком, ну, то есть, я уверена, что люди из первой группы, допустим, не имеют ничего против того, что биткоин вырос в цене и то, чем они обладают сейчас стоит гораздо дольше, гораздо, простите, больше, но момент децентрализации и автономии теряется тем больше, чем больше ты пытаешься держаться традиционных практик. А вообще, вот в среде людей, которые, условно говоря, приходят в блокчейн-отрасль из традиционных финансов, вот там условные читатели, не знаю, Wall Street Journal, что они вообще думают по осям открытая блокчейна, закрытая блокчейна или по осям биткоин и фириум? То есть, они вообще обращают внимание, например, на развитие биткоина как открытой системы или у них распространено такое понимание, которое, мне кажется, было сформулировано еще года, наверное, три назад как блокчейн not bitcoin. Это вот, что биткоин это что-то, имеющее отношение к черному рынку, мы с теми хотим иметь дело, а вот блокчейн, которая технология, лежащая в основе биткоина, вот это на самом деле тема. Вот эта точка зрения до сих пор превалирует или как-то она отходит на второй план? Мне трудно сказать, превалирует ли она. Я знаю, что есть определенное количество людей, которые очень яростно отвергают эту точку зрения, эту попытку разграничить биткоин как что-то сомнительное, что-то порочное, что-то для наркоторговцев и черного рынка, а блокчейн это очень уважаемая технология, которую каждая уважаемая компания должна хотя бы попробовать у тебя внедрить. И мы видим, как многие пытаются это сделать. Я не могу сказать, я бы не сказала, что это сейчас, мне не кажется, что это какая-то преобладающая точка зрения сейчас, но среди именно больших традиционных компаний, которые пытаются экспериментировать что-то делать с блокчейном, я бы сказала, она популярна, что нет-нет-нет, вы не смотрите на биткоин, MT-GOX, вот это Silk Road, ICO, мы не будем ничего такого сделать, мы сделаем очень прозрачную, контролируемую, хорошую систему, которая позволит нам гораздо эффективнее работать и делать все то же, что мы делали раньше. А на вот эти все криптовалюты это совсем другое, даже не смотрите туда. Я тут могу только вспомнить заметку статью в облоге, которую я недавно прочитал, возможно, если я найду, я приложу это в ссылке, где автор рассуждает следующим образом, что блокчейн на самом деле, когда люди в корпоративной среде говорят, что мы хотим внедрить блокчейн, на самом деле это некое просто условное слово, которое позволяет техническим командам добиться того, чтобы руководители выделили им денег на то, чтобы нормально проапдейтить их существующие системы управления, управления процессами и реально там внедрить нормальные, не знаю, цифровые какие-то процессы, не имеешь никакого отношения к блокчейну, просто ты говоришь блокчейн, тебе дают денег и ты наконец нормально можешь организовать все, чтобы эффективно работало. Вот, собственно, и вся история. Это очень хитро с их стороны. Я, честно говоря, не слышала таких версий, но было бы очень забавно. У меня еще несколько вопросов есть касательно CoinDesk, как, ну не как компании, а как журналистского коллектива уникального и его редакционной политики. Как обеспечивается независимость редакционной команды? Ну, во-первых, от того, о ком вы пишете, но это мы уже обсудили несколько выше, но и от материнской компании Digital Currency Group, которая владеет CoinDesk, которая имеет довольно много инвестиций в этой области. Как в этой ситуации соблюдать нейтральность и объективность? Насколько я понимаю, отношения с Digital Currency Group, которые являются нашим инвестором, строятся на принципе того, что они не вмешиваются в дела редакции ни в чем. И я журналист, я не редактор, то есть мой угол обзора в этом плане не покрывает все, но за год практически, ну я еще не год работаю, я работаю в CoinDesk, 10 месяцев, пожалуйста, я не видела ни одной ситуации, где бы какое-либо вмешательство со стороны Digital Currency Group было заметно или обсуждалось, каким-то образом происходило. Собственно говоря, я этих людей, допустим, видела, может быть, на конференциях или где-то. Я думаю, инвесторы понимают, что если они будут продвигать свои интересы с помощью CoinDesk, у которого уже есть репутация и достаточно много уважения на рынке, просто потеряют этот актив, который обладает вот этими свойствами. Они просто убьют эту редакцию. А редакция имеет достаточно твердое понимание своего интереса, своей миссии и тоже крайне заинтересована в том, чтобы поддерживать независимость. Еще одна часть редакционной политики, которая призвана, как я понимаю, тоже обеспечить беспристрастность или, по крайней мере, разглашать какие-то возможные байсы, заключается в том, что журналисты раскрывают, владеют ли они какими-то криптовалютами, о которых они пишут. Вот как эта политика поддерживается и насколько она вообще эффективна, имеет ли это смысл делать? Да, и, кстати говоря, в конце каждого материала, если посмотреть наши публикации, мы пишем, что CoinDesk владеет Digital Currency Group, которая инвестирует в криптовалюты и блокчейн стартапы. Это на уровне компании, на уровне журналистов, да. У нас, у нас вообще-то довольно много инструкций, написанных инструкций для разных, для разных ситуаций жизни журналиста в CoinDesk, и одна из этих инструкций касается владения, владения криптовалютами. Нам не запрещено владеть криптовалютами, мы можем их покупать, но мы должны уведомить компанию о факте покупки, причем в зависимости от величины этой покупки мы можем уведомить за 24 часа, а если покупка большая, уведомить нужно за большее количество времени. А есть какой-то порог минимальный, что меньше код порога не нужно вообще сообщать? Я в документах не видела этого, порога минимального нет, то есть, допустим, я в какой-то момент купила одну десятую эфира, чтобы посмотреть, собственно говоря, как происходят транзакции между биржами, ну, то есть, чтобы как-то вот туда-сюда подвигать и посмотреть, что в блокчейне происходит. И я уведомила об этом редакцию, мне кажется, они посмеялись или нет. В общем, о своих копеечках я уведомила на специальный адрес послала письмо, что я собираюсь купить столько-то на такой-то бирже. После того, как мы покупаем какие-то криптовалюты, мы должны держать их не менее месяца. И мы должны сообщить о том, что мы теперь владеем их в социальных сетях и раскрыть это в своем профиле. У меня в профиле, например, написано, что я владею кусочком эфира сейчас. Мне кажется, люди тоже могут посмеяться над этим или нет. Вот, поэтому мы не можем, мы не можем, грубо говоря, торговать и спекулировать на бирже, как вы понимаете. Если временной лаг месяц, довольно трудно что-то поспекулировать. То есть, эта политика направлена, главным образом, возможно, даже не столько, как защита от каких-то байсов, а скорее, чтобы вы не торговали на инсайдерской информации. Ну, то есть, это два связанных вопроса. То есть, если ты владеешь биткоином, ну, наверное, тебе хочется, чтобы он рос, да? И ты должен сообщить мире, что я владею биткоином. Я написал какую-то новость, связанную с ним, и я как журналист стараюсь бизнес-пристрастным и объективным, но, чтобы вы знали всю правду, я владею этим активом тоже. То, что мы, то, что мы можем владеть криптовалютами, не считается проблемой, потому что, с точки зрения CoinDesk, это все-таки технология и деньги будущего. И, поскольку мы так считаем, странно запрещать нам самим как-то пробовать, взаимодействовать с этой технологией. Мне кажется, это бы еще вызвало проблемы с наймом умных людей, хороших, потому что те люди, которые в этом разбираются, скорее всего, они хотят это и пощупать самим. Ну да, в общем, грубо говоря, а как ты можешь реально разобраться в том, что происходит, если ты никогда не пытался делать это собственными руками? Я только когда сама свои вот эти маленькие кусочки эфира туда-сюда попересылала с одного адреса на другой, потом обратно, у меня появилось какое-то ощущение настоящее того, что реально происходит, что я вижу на блокчейне, когда я смотрю на эти транзакции. Ну, еще несколько вопросов, которые хотелось бы мне обсудить. Я почитал ваши документы, касающиеся редакционной политики и документы, адресованные потенциальным людям, с которыми вы общаетесь и обращаетесь за какой-то информацией. И вот некоторые из этих аспектов хотелось бы пояснить, которые могут быть людям далеким от журналистики незнакомы. Во-первых, то, что мне кажется интересным, это механизм эмбарго. Разговори, что это такое, как это работает и какие были случаи, может быть, в твоей практике, когда какой-то материал был под эмбарго и вышел только спустя какое-то время. Эмбарго – это очень распространенная вещь в журналистике, особенно в бизнес-журналистике, потому что часто в компании хотят сообщить о своих каких-то новостях больших, и они хотят сообщить об этом через журналистов, но они не хотят, чтобы новость вышла раньше какого-то времени. И они спрашивают журналистов, вы готовы об этом подготовить материал, но не выпускать его раньше такого-то времени? И если журналист соглашается на это, то действуют эти правила. эмбарго – это абсолютно ежедневный, я бы сказала, инструмент, происходит постоянно. Мы, конечно, не очень… А она на сколько просит отодвинуть дату публикации? Это не в плане отодвинуть, а просто у компании есть какая-то дата, раньше которой они не могут там по каким-то причинам юридическим, может быть, или не хотят, чтобы эта информация вышла в паблик. И дальше дело в том, за какое время до этого эмбарго они обращаются к журналистам, и, соответственно, сколько времени есть. Это этот момент такой. Эмбарго журналисты не очень любят, я сама тоже не очень люблю, но тут момент такой. Если компания сама раскрывает тебе какую-то информацию, то у тебя есть выбор либо принимать условия вот этого временного временного карантина, так сказать, либо не писать и не сообщать эту информацию читателям, или сообщить ее вслед за другими людьми, переписав чужие публикации позже. Подожди, но этот карантин, его типичная длительность это там часы, дни, недели, сколько это бывает? Обычно это дни недели, недели редко, то есть от нескольких дней на неделю. Есть интересные ситуации, когда журналисты узнают информацию о каких-то компаниях раньше, чем компании сами выходят для журналистов. Например, у меня была пара случаев, когда я узнавала, что из компании А в компанию Б переходит человек высокой должности, допустим, главный по легальным вопросам или чему-то. Это существенный факт, о котором мы пишем небольшие заметки. И когда я обращалась с самим компаниям, чтобы они подтвердили, прокомментировали это, они говорили, ну, давайте вот мы вам дадим информацию, но вы расскажете об этом чуть попозже, потому что мы хотим чуть попозже объявить. И тут возможно какой-то торг, можно подстроить это эмбарго под себя. то есть тут у журналиста появляется больше простора, потому что информация у него уже есть. Он в принципе может ее выпустить прямо сейчас, но может быть компания даст какие-то эксклюзивные дополнительные факты, если согласится подождать. То есть материал выйдет чуть позже, но в нем будет больше интересных вещей. То есть тут всегда есть этот обмен. А были ли случаи, когда эмбарго когда в процессе эмбарго что-то пошло не так и например информация утекла или вы допустим согласились поддержать эмбарго, а кто-то из ваших конкурентов его нарушил. Что происходит в этом случае? Это тоже происходит постоянно и по-моему TechCrunch издание TechCrunch еще году в 2006 или каком-то написала главный редактор написал яростную колонку про то, что TechCrunch я могу ошибаться, я не утверждаю TechCrunch мне нужно найти эту ссылку. Ну в общем, что редакция никогда не будет больше уважать ничьей эмбарго, потому что все постоянно его нарушают и все. Значит, если вы прислали нам информацию, никакого эмбарго нет, мы опубликуем ее, когда хотим. Это происходит потому, что да, такие конфликты действительно, я бы не сказала, что частые, но время от времени происходит, когда несколько изданий, нескольким изданиям дали информацию и кто-то выстрелил ее раньше эмбарго, все остальные... В таком случае вы тоже это делаете, правильно? Уже считается, что эмбарго не работает в таком случае? Если эмбарго нарушено, то оно нарушено. Собственно говоря, уже не имеет значения. Да, мы публикуем. Еще один интересный аспект, вот вспомнил я еще в прошлом году, когда был твиттер Третта Италика про то, что он будет выкатировать конференцию консенсус, и к нему там присоединялись некоторые участники сообщества, и одна из причин, по которой он решил выкатировать консенсус, это то, что его не устраивала политика CoinDesk в отношении, ну, освещения некоторых аспектов эфириума, но это оставим в стороне. Но интересно, что политика в отношении off the record или on the record была, по мнению Виталика, слишком сложной, и, например, как он интерпретировал правила CoinDesk, меня и его, если вот он не прав, что если написать CoinDesk письмо и специально пометить какую-то часть письма как off the record, все равно она будет восприниматься как on the record, если журналист CoinDesk заранее не согласился. Вот можешь описать вообще, что вообще такое off the record, и почему у CoinDesk такая политика? Все-таки какой-то довольно сложный процесс предусмотрен для того, чтобы мои слова были off the record. Я бы не сказала, что это сложный процесс, но проблема заключается в том, что, скажем так, желание людей, которые хотят, чтобы о них написал CoinDesk или чтобы CoinDesk написал о чем-то, что им интересно, они далеко не всегда совпадают с пониманием журналиста о том, что люди должны знать. Поэтому формулировка off the record, она такая... Что это вообще такое? Что это предполагается должно означать? Да, ну, кстати говоря, в американской журналистике, допустим, существует несколько режимов, так сказать, общения с источником. Это, ну, on the record, понятно. Источник говорит, ты записываешь, и ты передаешь, и все. Есть режим on the background, который означает, что ты можешь использовать эту информацию, но ты не ссылаешься на конкретный источник. То есть, твой источник остается инкогнито. По каким-то причинам, иногда это малопонятные причины, если мы говорим, допустим, про международную политику, там иногда очень трудно понять, почему какой-то высопоставленный человек на пресс-конференции говорит on the background, но это не в тему. И есть режим off the record, который на самом деле означает, что разговора вообще не происходило. То есть, нельзя сказать... А зачем мне общаться с журналистом, если по правилам этого разговора как будто бы и не было? Ну, потому что у людей есть разные причины общаться с журналистами. Особенно, если мы говорим про бизнес-журналистику. Ты можешь общаться с журналистом, потому что ты хочешь, чтобы он хорошо написал про твою компанию. А ты можешь общаться с журналистом, чтобы он плохо написал, потому что ты хочешь, чтобы он плохо написал про твоего конкурента. Или ты можешь, или ты хочешь каких-то людей во власти ущучить. И ты не обязательно хочешь светить своим именем. Может быть, ты хочешь преподнести это так, что журналист вот сам пришел к этой информации. А журналисту надо думать, какие мотивы у человека, который пришел с информацией. И сделать так, чтобы эти мотивы в идеале никак или совершенно минимально повлияли на то, что ты пишешь. Поэтому нельзя лучше не допускать, чтобы источник диктовал условия, на которых он общается с тобой. Ты должен всегда иметь контроль над этим. Если источник приходит и говорит «off the record», ты должен понимать, он говорит об этом, потому что он боится за свою жизнь, грубо говоря, или там, что его уволят как минимум, или потому что то, что он говорит, это вообще какая-то сомнительная совершенно версия реальности, которую он хочет продвинуть через тебя и казаться совершенно к этому непричастным. Поэтому правило такое. Условия общения с журналистом обговариваются на берегу. То есть человек должен понимать, что общаясь с журналистом, он общается с человеком, который заинтересован в том, чтобы передать максимум информации, который он получит. И все сказанное вами будет использовано, но не против вас, но на благо того, что журналист считает общественным интересом его читателей. И если ты хочешь как-то ограничить, то надо сказать об этом заранее. И нужно договориться с журналистом, диктовать условия журналисту, который имеет репутацию, нельзя. Это правило. Окей, fair enough. На самом деле для меня тоже кажется довольно естественным, что если ты говоришь журналистом, он на то и журналист, что он будет это публиковать в том или ином виде. Но почему-то, поскольку это вызвало свое время, вот именно этот пункт политики вызвал такую полемику, хотелось бы здесь прояснить ситуацию. Мне бы хотелось спросить еще следующий Ям. Вот, да, недавняя статья, кратко, давай пройдемся вот такими несколькими предложениями. Статья про то, как вы нашли вакансию в Нью-Йорк Таймс про блокчейн какого-то, блокчейн-вакансию, которую потом удалили. Но, как бы, сама история, она может быть там забавной или интересной, но интересно поговорить о том, имеет ли вообще блокчейн какие-то смыслные применения в журналистике, в медиа или как-то вокруг этого? Или это все попытка выехать на хайпе? Это для сих пор вопрос нераскрытый, потому что давным-давно существует компания Civil, концепция которой создать системы для журналистов, чтобы они могли публиковать свои материалы, чтобы эти материалы навсегда были записаны в блокчейне, никто их не мог стереть или поменять, чтобы они могли свои модели финансирования как-то более эффективно, может быть, строить на блокчейне, на токенах, чтобы читатели, чтобы с читателями взаимодействовать. В общем, чтобы как-то задействовать механизмы блокчейна, чтобы сделать и бизнес журналистский каким-то более, не знаю, логичным, прибыльным, прозрачным и защитить вот, защитить журналистов от ситуаций, в которых там, не знаю, злой новый собственник захочет все удалить или цензура придет и сотрет все материалы или их исправит, или часть. и Сивил существует некоторое время, последние новости были не очень хорошие про них, то ли они сокращали персонал, то ли с деньгами у них было не очень хорошо. Но это про многих сейчас можно сказать. Это про многие стартапы можно сейчас сказать, да. А Times вопрос открытый, потому что у них бывает вакансия, которая исчезла, когда мы вышли. Даже, по-моему, да, она исчезла, стоило нам опубликовать наш материал, хотя на Indeed, допустим, эта вакансия до сих пор существует, но написано, что эта должность больше недоступна. Возможно, человек уже найден на эту должность. Это трудно понять, потому что комментарий официального от New York Times мы пока не получили. Насколько работают все эти идеи, про которые я говорила применительно к Civil и которые озвучивались неоднократно, судить сложно, потому что, опять же, экспериментов таких существует, по-моему, пара на данный момент, потому что с Civil заключили договор, запартнерились какие-то несколько местных изданий, локальных газет, но... Слушай, как бы это все частности, мне интересно просто какое-то общее мнение, как человек, который работает в индустрии и знает что-то про блокчейн, это вообще как бы viable идея, или это идея, которая в принципе нереализуема, потому что блокчейн здесь не нужен, не поможет, и проблем вообще не в нем. мне тяжело судить о жизнеспособности тех или иных концепций, пока они не проверены реальностью. Ну, есть очень много систем уже сейчас за пределами блокчейна, которые позволяют отслеживать, была ли информация изменена, существуют там всяческие архивы, кэши, гугла и так далее. Что касается бизнес-моделей, ну, как мы видели, всяческие бизнес-модели, основные на токенах, ну, они, мягко говоря, еще не доказали свою эффективность. Но то, что New York Times хотя бы хочет экспериментировать с этим, мне кажется, учитывая масштабы этой компании и профессионализм людей, работающих там на всех уровнях, это может значить какие-то очень интересные новости в дальнейшем для индустрии. И если у New York Times что-то получится на блокчейне, именно связанное с публикацией, журналистикой, это будет, это просто будут громадные глобальные новости для журналистской индустрии вообще. Ждем, давай еще кратко поговорим про такой аспект, как спецпроекты в CoinDesk. Мне интересны, например, такие вещи, как отчеты State of the Blockchain, которые каждый квартал выпускаются. И я помню, что в самом первом пилотном выпуске я делал обзор за второй квартал 2017, отчеты CoinDesk, вообще очень хороший источник, и из таких спецпроекта, которые вот недавно были, например, к десятилетию биткоина сделаны, или проекты по рейтингу влиятельных персон в блокчейне, которые обычно в конце года. Вот что-то можешь рассказать про то, как они готовятся, и может ты принимал участие в составлении или отчета, или какого-то спецпроекта уже? Я, честно скажу, не принимала участия в всех спецпроектах, о которых ты говоришь. Есть еще у нас очень важный проект, который очень долго разрабатывался, который очень важен для нас, он называется Crypto Economics Explorer. Это чистая дата журналистика с визуализацией. Мы разбираем основные 20, по-моему, сейчас криптовалют по величине капитализации, и мы смотрим по каким параметрам, как они соотносятся с биткоином, то есть как бы биткоин взят за 100%, и дальше мы смотрим активность девелоперов по этой криптовалюте, насколько соотносится с активностью биткоин-девелоперов, насколько активно сообщество в социальных сетях, насколько активно валюта торгуется на бирже. Есть несколько таких параметров, их пять, и по ним можно, в общем-то, с некоторой долей вероятности судить, то есть насколько жизнеспособен этот проект. Много ли девелоперы работают над тем, чтобы сделать эту криптовалюту лучше? Или, может быть, девелоперская активность очень низкая, но люди очень много рекламируют этот проект в Твиттере, и поэтому он у всех на слуху, но реальная ценность его не особо понятна. Этот продукт, как и State of Blockchains, делает отдел CoinDesk, отдел дата-журналистики. это отдельная группа людей, они занимаются именно большими данными и анализом их, и вот такими вот продуктами, и, по-моему, делают огромное количество очень интересных вещей, именно с таким научным подходом к этой отрасли, грубо говоря. За пределами хайпа давайте посмотрим на реальные показатели. Да, это все очень интересно, мы обязательно приложим ссылку в шоу-ноты на этот проект и на другие проекты. У нас еще был очень интересный спецпроект десятилетия биткоина, на который был запущен отдельный сайт, он такой весь интерактивный, красивый, веселый, там исключительно мультимедиа контент, там разные забавные видео с людьми, которые в этой индустрии были с самого начала или очень давно, и они рассказывают разные вещи, они рассказывают про свои биткоин-разочарования, они рассказывают про общение с другими членами сообщества, там зачитывают злобные твиты, которые им писали, рассказывают про всякие свои опыты с этим. Это очень интересно смотреть сейчас, потому что они поднимают такую архивную информацию 2014-13 и даже ранее года, и это такой, в общем, такая видеолетопись, старожилы вспоминают, очень занятно это посмотреть, это все находится на отдельном сайте, ссылку приложим, я тоже присоединяюсь к рекомендации, я все не посмотрел, но некоторые интервью отдельно интересных людей, я прочитал или посмотрел или послушал, в зависимости от того, в каком формате они были, действительно, я думаю, что историки технологий много интересного почерпнут из такого рода материалов и, собственно, из первоисточников, но я предлагаю уже совсем загругляться, мы уже... У меня есть вопрос, но я забыла, но я забыла на самом деле, я забыла, я обманула, я принимала участие немного в одном проекте, который вот самые, самые влиятельные люди в блокчейне, потому что процесс отбора у нас был довольно многоступенчатый такой, люди голосуют в Твиттере за тех, кого они хотят видеть в этом рейтинге, 10 самых влиятельных людей блокчейна, но затем редакция проводит несколько раундов обсуждений и голосований того, кто действительно должен быть в этом рейтинге в этом году, кого мы считаем, что это был их год, это был год, когда они были очень важны для индустрии, и это было очень интересно, мы собирались несколько раз с редакцией, мы обсуждали всех этих всех этих людей, всех этих персонажей, и в итоге составили тот рейтинг, который все видели, для которого были запущены крипто-китис, соответствующие и игральные карты коллекционные с этими персонажами, и мне все вот так вот было весело интересно. Я хочу просто для полноты картины, я открыл себе этот рейтинг, чтобы вести слушателей в курс дела, кто у нас тут в топ-3, я не всех этих людей знаю, как не стыдно, вот номер 3 это Ноурел Рубини, это кто? Ноурел Рубини это экономист довольно известный, он известен тем, что он предсказал финансовый кризис 2008 года, и он известный не просто скептик, а такой активный противник криптовалют, он очень много в Твиттере своем критикует, говорит, что это все пузырь, да, это все пузырь, и вызывает на себя много огня со стороны криптосообщества, и он такой злодей, такой злодей мира блокчейна. На втором месте у нас Элизабет Старк, это я знаю, кто это такая я хорошо знаю, это Lightning Labs и Lightning Network, я про Lightning много рассказываю в этом подкасте, и я думаю, слушатели более-менее знакомы, а на первом месте у нас Чанг Пен Чао, это Binance, правильно я понимаю? Да, 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 биржа, которая взлетела именно в 2018 году, чрезвычайно, это, конечно. Да, и в общем, поэтому неудивительно, что он на первом месте, Binance это масштабное явление в нашей индустрии. Я помню, как я читал этот рейтинг CoinDesk в конце 2016 года, и мне просто очень запомнилось и вызвало у меня большой ответ, потому что я вот почувствовал, что я на 100% согласен с выбором редакции. Я не помню, кто там был на третьем месте, но на втором месте там был Виталик, а на первом месте там был The DAO Hacker. И это, мне кажется, очень символично и очень точно отражает то, что произошло тогда. Да, но я думаю, что поскольку, видите, поскольку сама индустрия настолько разрослась, она привлекла настолько разных людей, опять же, да, люди-финансисты, большие корпорации, которые делают блокчейны и так далее. И поэтому, я думаю, неудивительно, что этот рейтинг уже вам, может быть, не настолько близок, потому что в нем настолько много людей, которые имеют очень разное отношение к миру блокчейна. Но это люди, которых выбрало само Twitter-сообщество и которые очень долго обсуждались наши редакции до тех пор, пока мы решили, что, да, вот эти имена были в этом году особенно важны. рубрика «Пафосный вопрос от Ивана». Я в пятницу был на конференции Content Sense, кстати, очень классная конференция, там, в частности, была шикарная секция про подкасты. И там, в числе прочих, выступал бывший главный редактор Forbes и Republic Максим Кашулинский. И он говорил о том, что имеет смысл рассматривать... Ну, он говорил о медиа вообще в широком контексте, какую задачу они выполняют. И он говорил о том, что медиа по ряду признаков это друг. Ну, во-первых, хорошая медиа там не будет тебя обманывать, у него нет скрытых мотивов. Но пункт, про который я сейчас хотел бы поговорить, следующий. Он говорил о том, что медиа, как твой друг, обязательно защищает твои интересы и обязательно защищает их от кого-то. Вот CoinDesk, чьи интересы защищает и от кого? Провокационный вопрос. Мы защищаем интересы наших читателей, людей, которым интересен блокчейн, я думаю. Ну, то есть, я даже не знаю, защита интересов это к адвокатам скорее. Нам просто хочется, чтобы люди, которым интересны эта тема, которые сами что-то делают с блокчейном или с криптовалютой или хотят делать, они понимали, что в этой отрасли происходит, кто есть кто, кто с кем связан, кто строит реально интересные компании, а за кем пришел регулятор и выяснилось, что это все скам, чтобы у этой необычной, нишевой, части человеческой, так скажем, была объективная картина реальности, что происходит с теми проектами, с тем, что им интересно, и чтобы они могли, как и в любой журналистике, что происходит и какие решения ты должен принять. Ну, тогда получается, что мы с вами единомышленники в борьбе за блокчейн без булшита. Не могу не согласиться. Ну и уже подводя итог, наверное, последний вопрос, я так думаю. Касается будущего CoinDesk и будущего вообще блокчейн-журналистики. CoinDesk начинался как исключительно текстовая медиа, но сейчас, насколько я могу судить, есть большой тренд в сторону более аудио, визуальных, скажем так, форматов, аудио и видео, в том числе и подкасты. Вот как CoinDesk реагирует на это движение, он как-то движется в направлении аудио, видео, подкастов и что там происходит, ну или какие-то другие направления будущего развития, о которых было бы интересно поговорить. Ну мы, конечно, движемся. Вот этот проект десятилетия биткоина, он, грубо говоря, не закончился, потому что у нас теперь есть такой небольшой мультимедиа-отдел даже в редакции, который занимается именно аудио, видео, контентом. Вот буквально сегодня или вчера вышел материал на сайте нашего редактора Белли Рёцел, которая, собственно говоря, сейчас я посмотрю, есть ли там видео, вон здесь есть видео, которое показывает на видео, как ей, с помощью шприца, ей вводят под кожу в руку капсулу с R-Fit, с чипом, который можно сканировать и на котором можно, допустим, держать свои ключи от своего кошелька. Тема мультимедиа у нас продолжается, я думаю, будет много таких удивительных вещей, опять же, подкаст, чем ближе к консенсусу, тем больше будет интервью со всякими знаковыми людьми из этой отрасли, то есть для нас это безусловно важно, и мы умеем, любим, практикуем. Ну, я думаю, что на этом можно завершить, у нас уже довольно длинный разговор, если что-то еще мы не спросили, а хочется обсудить, давай обсудим и потом закончим. Я даже не знаю, если еще что-то осталось, очень интересный разговор, прям, прям очень, очень захватывающе получилось для меня. И для нас тоже, спасибо большое. Да, присоединяюсь, безусловно. Вот, спасибо большое за приглашение, очень, очень здорово быть в этом подкасте. Я даже не знаю, есть ли какие-то русскоязычные настолько, настолько известные и настолько полезные подкасты сейчас по этой теме. Настолько полезных нет. Нет, ну не буду, конечно, за всех говорить, но несколько, несколько есть. Я давно, на самом деле, как-то специально не слежу за именно за русскоязычным подкаст-пространством в этой области. Вот, но мы стараемся держать тонкую. Ну, спасибо большое, тогда будем завершать. У нас в гостях была Анна Байдакова, журналистка CoinDesk и с вами были Иван Иваново Ницкий и Сергей Тихомиров. Это был подкаст «Базовый блог». Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст в RSS iTunes, а также рассказывайте про него своим друзьям, знакомым коллегам. Like, Share, Retweet. У нас есть сайт BasicBlock Radio, где можно прочитать все шоу-ноты и скачать все выпуски и, конечно, их послушать. Также там есть адреса наших кошельков, где можно нас поддержать при помощи как-то валют. Также аккаунты BasicBlock Radio в Твиттере, в Телеграме и ВКонтакте. Там также вы можете найти наш подкаст и ББЧат, название чата в Телеграме, где можно обсудить этот выпуск и другие блокчейн-темы. Спасибо за внимание и до следующего выпуска. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok